Лучший день в моей жизни, это день, когда родилась моя дочь. Этот день нельзя забыть, это самая большая радость для меня была, поэтому это для меня самый лучший день. Геройство для меня, наверное, помощь людям. То есть помощь людям не только, что ты спас кого-то от чего-то, то есть это постоянная работа над собой, над тем, чтобы заниматься, может быть, благотворительностью, помогать людям, которые попали в виду. Для меня, наверное, это и есть степень геройства. Не стал стать космонавтом, я, наверное, был бы космонавтом. Я бы хотел бороздить космос, как в фильмах «Интерстеллар» или «Марсианин», и приносить какую-то пользу. То есть я бы, наверное, или был бы научным работником, который бы, не знаю, разработал бы какую-то частичку. То есть, как это называется, наверное, абсолютная энергия. Разные прозвища были у меня там. У меня прозвище было «Диджей», у меня было прозвище «Дикий», прозвище «Кролик» называли меня у меня раньше этот. Из-за того, что, видимо, зубы так росли, у меня зубы были передние большие. Но сейчас они тоже не маленькие, или на это нормальные, да? Они «Кроликом» называли, обзывали. Ну, вот, много разных прозвищ было, но это зато, как бы, этот... Ну, как называли, так и говорю. В чем я разбираюсь лучше всего? Наверное, в гаджетах. Я очень люблю гаджеты, очень люблю современные технологии, применяю их постоянно. И я даже, наверное, фрик в отношении своих друзей, в кругу своих друзей, потому что у меня все там... Я последний там... Все, что появляется, я это использую, покупаю, мне это интересно. Ну, и, конечно, в строительстве. Вот я разбираюсь лучше, чем мои друзья. В этот период еще я попал в аварию очень сильно. Девять раз перевернулся на машине. Это было на Бишкекской трассе. Это, конечно, первый прыжок с парашюта. Это первый прыжок такого спорта, как роупджампинг. Это прыжок с самого высокого моста в Таиланде. И третий, наверное, это вот мой рекорд, который я побил там в прошлом году, катаясь на стауборде, сделать 123 км в час. Ну, это по показателям. Вот GPS-программы, да, в телефоне. 124 км в час было. Джентльмен, в первую очередь, это состояние души мужчины. И, наверное, это еще и стиль жизни. Потому что определение джентльмен, оно заставляет быть человек ответственным. Ответственным, в первую очередь, к своим близким, ответственным в отношении тех людей, которые находятся рядом с тобой, в отношении твоих родителей, семьи, детей. И, наверное, самая большая отличительная черта на джентльмене, самая большая отличительная черта, это уважение к обществу. ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-ТОП-Т